Девушки отдыхают Я полагаю, этого следовало ожидать Эй, смотри Этот соплюжий внутри Без правил, которые связывают нам руки Мы можем выпустить свою истинную мощь Ну, наконец-таки Получается, эти штуки нужно уничтожать, кубы Да, всё правильно Хорошо, ну пока неплохо, идём Что это за штука? Честно говоря, я даже подзабыл Как этот босс выглядел Ждём Так, хорошо, второй уровень пошёл Я чувствую магию внутри светящихся кубов Ща, ещё раз Нет, стоп Уничтожая вражескую магию По идее, восполняется МП Блин, короче Я предлагаю сделать несколько иначе Ща, пускай ещё круг сделает И я просто копьём хера Ну да и всё В чём проблема? Ща, ждём Самое главное, не нарваться сейчас на вражеский снаряд Есть, получилось Но, видишь Я словил слегонца Есть И там последний кубик Есть Хорошо Второй слой уничтожен Ждём Опять ждём Хорошо Вон там с другой стороны было Сейчас, секундочку Давайте подлечимся У нас там трав Благо достаточно Теперь спокойно ждём И давайте ещё одно кольцо Такое уничтожим Опять ожидаем Где там наш красный кубик, а? Исчез Что-то быстро кто-то исчезает Если честно Надо, наверное, такие кубы уничтожать Чтоб я мог, ну, на расстоянии доставать Да? Смотрите Если получится сейчас Да что ж такое Подлечился на всякий случай Какие-то крепкие кубики попались Ждём Ну ты погоди По идее всё только первое остальное Что там дальше будет? Страшно представить Если честно Собака Яна-то видная Вроде получилось, не? Да, кажись получилось Ещё два таких осталось Кубика Есть и последний Ну уже Чёрт бы тебя побрал Блин, давай ещё раз обходим Получилось Какое безумие Ну это только примерно Ну, чуть меньше трети Красиво выглядит Да? А страж этого святилища Довольно странно выглядит Сказала говорящая книга Что здесь нужно делать? Ну вот это, получается Следующие слабые точки Но для начала, видимо Их уничтожить пока нельзя Может с другой стороны можно было? А, вон, смотри, они меняются А, понятно Аккуратно нужно Но здоровье я не сношу Очень странно Что здесь нужно делать? Ну интересный Бост прикольный, слушайте Это сильный противник А вот ты где, ублюдок Кайна Я убью тебя к чертям собачьим А теперь не дёргайся и сдохни Как ты нас нашла? Да фиг его знает Просто пинала задницу И в итоге оказалась здесь И даже не подумала одеться Отъебись, книжка Кайна Приоритетные кубы Светящиеся Да в жопу твои приоритеты Я убью эту штуку по-своему Ах, да чёрт Представляешь Надо поаккуратней быть Давай Пускай замахивается Ну чё там? Здесь нихрена Ладно, стоим пока Туточки давайте Вот безопасное место Вроде как, да? Ну похоже на то Опять ждём Пока начнёт атаковать рукой Если это можно назвать рукой Конечно же Красота Половины хп нет Что дальше Ты будешь делать, а? Говнище Так, спокойно Я пошутил Про говнище Вот чуть-чуть Не хватило Если бы быстрее Бы действовал То Гораздо больше бы хп снесли Ну так Вроде с хп Здесь полный порядок Но в том плане Это что Адекватное количество Сложности я опять же Не сбрасывал Чтобы вы понимали И последний кубик остался Ну чё там, бьёшь? Получилось Всё Где-то так Треть осталось Чуть меньше Ну выглядит красиво Согласитесь Так прикольно Это будет интересно И мне сам боссфайт Очень нравится Разные стадии Такие забавные Достаточно Что-то странные Какие-то звуки Я слышу А, понял Неплохо Дальше поехали Первый слой Всё Ну это довольно просто Это гораздо проще Чем первая стадия Мне кажется Такс Неплохо пока идём Да ёптать Зацепилась ли гонца Ничего страшного Очередной слой Всё Ещё два слоя Не знаю Что это за атака Нужно быстрее Давай Здесь получилось Хорошо Последний Чё мы теперь будем делать Это какая-нибудь атака Которая меня там Просто уничтожит Заразная Получилось Баланс Здесь очень странный В плане здоровья Боссов Вот она Принц Мой господин Вы хоть понимаете Как мы переживали Королевская маска Наши люди страдают С тех пор Как умер король Я был слишком молод Чтобы сократить дистанцию Между нашими людьми И другими цивилизациями Торговля Сошла на нет У нас Заканчивается Еда и вода А люди в отчаянии Эта маска Символ короля С ней Я смогу показать Что мы сильны Другим землям И наш народ Снова будет процветать Мой принц Правила Существуют Не для того Чтобы ограничивать тебя Они существуют Чтобы ты знал Свои свободы Это слова Предыдущего короля Моего отца И теперь Когда у меня Его маска Я могу Унаследовать Его престол Верно? Конечно Да здравствует Новый король Ну давайте поговорим Я прошу вас прощения Мои иностранные друзья За трудности Через которые Вам пришлось пройти Я клянусь Вам своим королевским Троном фасада Что дам вам Все что пожелаете Пожалуйста Что я могу Для вас сделать О не Все нормально Мы были рады Помочь Нонсенс Говорите свое желание Чтобы я его исполнил Я полагаю Что он Отдал нам приказ Похоже на то В таком случае Может сделайте Правило ноль Которое бы гласило Что если людям Не нравятся правила То они могут Проголосовать Чтобы изменить его Отличная идея Хорошо Что? Но мой король Так нельзя У нашего народа Хорошая память Мы всегда Отдаем долг Не важно Как нам тяжело Таков порядок У людей в масках И именно поэтому Мы должны Удовлетворить Твою просьбу Но все же Только этим Долг мы не погасим Пожалуйста Прими Получен Одноручный меч Перерождение Спасибо Но я думаю Что благодарить Вам стоит Не нас Спасибо тебе Фира И я прошу прощения За все Через что Тебе пришлось пройти Да Ничего страшного Вы знаете Как вылечить Черные письмена А Ужасная болезнь Она отняла Жизнь моего отца Так значит Даже король Не смог поправиться Все Что бы мы не делали Заканчивалось Неудачей Похоже Другого пути нет Нам придется Собрать Все тайные стихи Да Это единственное Что осталось Простите Но что такое Эти тайные стихи Мы наткнулись На древнюю песню В которой говорится Что если найти их все То можно вылечить Черные письмена И да Мы в курсе Что припевы Написанные поэтами Пропустив Предварительно рюмашку Не самый достоверный Источник информации Эй Я поверю Во что угодно Если это даст Хотя бы надежду На спасение Йоны И я готов Собирать стихи Шары Кристаллы Магическое Козье мясо Да что угодно Ну ладно Тогда уходим Подождите пожалуйста Могу я попросить вас Перейти к нам еще Только в этот раз Как друзья Конечно Только постарайся Чтобы тебя снова Не похитили Конечно Спасибо вам И я обещаю Что буду осторожен Получены тайные стихи Получена магия Темная стена Выдвигает Магический Защитный барьер Заряжайте ее Чтобы увеличить Размер стены Хорошо У нас новая магия То есть тайный стих Мы получили Только один момент Мне вот что интересно Ой что ты делаешь Гемуар Вайс Нам нужно Нам нужно оружие Вот Перерождение 115 атака Магическая атака Будет 10% Но это очень легкое оружие Ну давайте я хоть вам покажу его Да Как оно выглядит Я переживаю за Йону Давай вернемся Вот Такая вот штука Но эта штука Довольно быстро Атакует И может быть Имеет смысл Поставить это оружие Давайте побегаем с ним Какая разница Да В соответствии с правилами Я довезу вас куда угодно Куда желаете До входа Я пропущу поездку Потому что мы все равно Уже Да Сто раз видели город И мы сюда еще вернемся Насмотримся Все это впереди Нас ждет А пока что Давайте Подниматься сюда Заданий здесь вроде нет Ну пока что Нужно еще будет Сайды попроходить Я знаю где переход Во второй акт Ну так что буду готов Как раз таки Перед ним Мы все закончим Ну там их еще дохрена К слову Ну хочется все закрыть Да полностью пройти игру Хотя сайды опять же Ну хреновые достаточно Но все равно Закроем их Может реально Что-нибудь прикольное Все же там будет Так или иначе Зная Йокатаро Потому что он может Скажем так Иногда удивить Так спокуха Ну да Такое себе оружие Походу Осмотрим его Тут еще одно местечко есть Куда мы не забегали В прошлый раз Полагаю Правила есть правила Даже если они абсурдные Не думаю Что они абсурдные Оу Эти правила важны Для людей в масках Да ты что Да И я считаю Что важно их уважать Ну и ну Мальчишка заговорил Как мужчина Мальчишка? Я не ребенок Знаешь ли Эй Поменьше болтайте И идите Так Сейчас кое-что Сделаем Смотри Этого загасим Ну да Я оружие Лучше поменяю Лучше Бистбейн Потому что Ну это полная херня Да что что я делаю Постоянно Все оружие Лучше Бистбейн Поставлен Да он в целом Тоже довольно Быстрый Да Плюс Минус Так что Один хрен Какая разница Я думал Он типа Значительно Медленнее А на деле Оказывается Иначе Вот тут Кое-что есть Так Можно посмотреть Пробежаться Что это за место Думаю Это кладбище На надгробиях Нет имен Но почему Они сияют Так Будто были Высечены Из камня Только вчера Вот такая вот штука По-моему Тут Потом Что-то будет Происходить Что точно сказать Не могу Я не помню Так что Подождем Немного Да А теперь Что делаем Наверное Давайте я Путь скипану Вернусь К Йоне И включусь Да Отсюда Мы уже можем Идти вместе Пойдем Поглядим Что там Йона Надеюсь Ей хуже не стало И квест Я не завалил Йон Но в принципе У нас есть сейф Если что До этого момента 700 золотых Это всегда Замечательно Ну это получается Увеличивает защиту Йона О привет Как себя чувствуешь? Лучше Теперь Когда у меня Есть лекарство Которое ты принес Вот и хорошо Эй Кстати Ты сегодня Тут останешься? Давайте Конечно Останусь Конечно Правда? Ты останешься Со мной? Правда? Да Йона Я останусь Ура А теперь Возвращайся В постель Хорошо Я слышу голос Я прищурился И увидел Мальчика Который стоял Передо мной У него были Волосы серебряного цвета Бледная кожа И смотрел На меня Жестким Стеклянным взглядом Вскоре Его губы Начали шевелиться Но из-за них Не вылетало Ни звука Что он говорит? Я не слышу его Я не слышу его Я не слышу его Я не слышу его Я не Я пытаюсь уйти Но что-то в этом мальчике Удерживает мой взор Я смотрю на его лицо Невыразительно Как и его порхающие губы Что он хочет сказать? Подожди Это фраза Я почти догадался Начинается с Т Потом А Теперь я почти понял Буквы начинают складываться Одна за другой Все быстрее и быстрее Тайные стихи Это тайные стихи Те самые, что я ищу Ключ к спасению моей сестры Я уставился на мальчика С появившейся свирепостью Отчаянно пытаясь понять Следующее слово Сон Сон? Что? Какого черта это значит? Губы снова пришли в движение В этот раз быстрее Не успеваю Черт! Я не понимаю Я хочу закричать Я хочу разломать стены Что окружают меня Но вместо этого Я заставляю себя успокоиться Я смогу Радионы я смогу Медленно Очень медленно Я разобрал буквы Из которых состояли последние слова Мифический лес На следующее утро Просто сон Даже во снах я ищу тайные стихи Доброе утро Да доброе утро, Йона Что такое? Тоже чувствуешь себя плохо? Нет, просто У меня был странный сон О чем? Да ни о чем Не переживай Просто мне тоже снился сон Правда? Да, я с мальчиком Играла в игру В какую игру? Она называлась Угадай слово Мне кажется Он сам ее придумал Потому что я никогда не слышала о ней Как в нее играть? Мальчик шевелил губами Но слов вслух не произносил И мне нужно было догадаться Что он пытается сказать Это было сложно Я хотела поиграть в прятки Но вместо этого Нам пришлось играть В эту дурацкую игру А что он сказал? Не знаю Я смогла понять лишь сон И мифический лес Но не переживай Я буду усердно учиться Чтобы все понять в следующий раз Нужно будет вместе сыграть В эту игру Конечно, Йона Да, то есть Ей приснился тот же самый сон Что самое странное Тебя что-то беспокоит, паренек? Ничего, не переживай обо мне Пойдем Мне нужно кое о чем спросить По полу Пойдем спросим Что это за лес такой? Сегодня, скорее всего, будет Новелла Длинная очень Полчаса текста будет Так что, короче, придется Поработать знатно Тем более, учитывая сроку текста Придется исправить Ох, будет весело Ну, потеребонькали потихонечку Не, ну там интересно То есть там именно Новелла сама по себе Очень даже любопытная Но вот Такого сейчас вообще В индустрии Ну, не встретишь Да, чтобы вот такой геймплей Комбинировался С новеллой Юкатара Магет Интересно сочетать Разные вообще Абсолютно жанры Хм Что такое, Поппола? О, привет Я просто получила Странное письмо по почте Дорогая Поппола Я надеюсь, это письмо Дойдет до тебя Я пишу тебе в надежде Донести до твоего внимания Определенную сонную проблему О которой стоит задуматься Учитывая последние события В сне деревни Я надеялся, что смогу поспать Получить твой сонный совет По этому вопросу В последнее время Начали поступать сонные доклады Сон, сон Про один сон Сон, сон, сон Злой сон Однозначно ужасная писанина Кто прислал? Мэр небольшой деревни В мифическом лесу Это лесная местность на севере Мифический лес? Там живут смышленые Жизнерадостные люди Выкидывать что-то вроде этого Не в их духе У меня плохое предчувствие Я проверю Ты это сделаешь, но Не переживай У меня все равно там дела Ну ладно Спасибо Спасибо Это значит скоро уже конец первого акта Так, к слову Ничего не буду говорить Для тех, кто не в курсе Но там, скажем так Потом многое изменится Очень хочется посмотреть На другие концовки, конечно же Итак Что мы можем сейчас здесь сделать? Ну, прокачать оружие мы не сможем Да, оно нам в принципе и не нужно Ну, если уж говорить прямо Тогда, наверное, просто пошли Да, туда Это местечко неподалеку Давай-ка сейчас заберем Аптечку Это же аптечка, да? Она точно лишней не будет Ну, этому чуваку можно помочь Но там я что-то не хочу Идти сейчас в Орлиное гнездо И там нести Эту чертову Вазу Или что там Что можно легко разбить Этот квест Меня реально Жутко раздражает И бесит Так что Лучше оставим его на потом Там тем более По-моему Аж целых два таких квеста Они реально Какие-то лютые Неадекватные Я не знаю Йокатару упарывался Наверное, чем-то Пока я их делал Но это невыносимо порой О, вот смотри Можно подойти Так, хлоп И теперь мы можем Прокатиться, да На этом самом Кабане Что круто Нечто подобное Было потом реализовано В Ниеравтомата Там Нужно было тоже что-то Получить Какой-то предмет И можно было кататься На оленях Тоже такой был Транспорт местный Здесь вроде Есть только Кабаны Больше И больше никого Ох, там Слышь уже Сколько их Собралось Но не буду Их убивать Черт с ними Прочь с дороги Мне нужно Спасти Йону Успокойся Победу не одержать Будучи ослепленным Гневом Кстати Можно потестировать Новую магию Почему бы Нет Стоп Вместо этого Можно поставить Что мы там Получили Вот Дарк Вол Вот Щит такой Видите, да Забавная Фигня Пошли Мы получили Новое слово Пока Опять же Ставить Не вижу Смысла Готов И там Еще последний Вроде Во Не Прикольная Фигня Никогда Не пользовался Этой Магией Раньше Там Еще есть Враги Да Идут Ну давайте Добьем Уже Так и Быть Ради Опыта А теперь Бежим Не хотелось Было Нарваться На Злобного Кабана Да Но Эта Магия Нам Определенно Пригодится Особенно На схватках С боссами Когда у нас Будет Мало Здоровья Красиво Слушайте В оригинале Было Не так Было Значительно Меньше Зелени Вроде Как Насколько Я Помню А здесь Довольно Тихо Такая Тишина Не предвещает Ничего Хорошего Впереди Нас ждут Неприятности Я в этом Уверен Ты знаешь Немножко Оптимизма Лишним Не будет Вайс Какая Дерзость Но Вайс Абсолютно Прав Остерегайся 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 Слов Слов? Вы о чем? Заразных Слов Тех, кто Дремлет Тех, кто дремлет? Погоди Секунду Появилось Странное Ощущение В голове Голос Вайса Приобрел Задумчивый Оттенок Он Незадумчивый Что здесь происходит? Тело местного жителя Вздрогнуло Как только Он начал Открывать глаза Может Стоит Порасспрашивать Этого человека? К Кто Вы Такие? Я Джон Доу Это Вайс Мы слышали Что-то Произошло В этой Деревне Ну и Мы Пришли Помочь Мэр Уставился На Джона Доу И Вайса Если Ты можешь Разговаривать Со мной Значит Наверное Ты попал В мой Сон Ваш Сон? Мэр Начал Объяснять На Прошлой Неделе Таинственная Болезнь Которая Называется Смертельный Сон Начала Распространяться По Мифическому Лесу Те Кто Подхватывали Ее Засыпали Оставались Навеки В мире Их Собственных Снов Мэр Деревни Выяснил Что Смертельный Сон Передавался От человека К человеку Через Слова Но Прежде чем Ему Удалось Узнать Больше Болезнь Забрала И его Тоже Вайс Уставился На Мэра Его Рот Начал Слегка Подергиваться А теперь Послушай Сказал Он Ты хочешь Сказать Что Нас Засосало Твой Сон Ну Да Ответил Мэр Думаю Да Другими Словами Сказал Джон Доу Мы Подцепили Смертельный Сон Прежде чем Мэр Смог Подтвердить Догадку Джона Доу Вайс Взорвался От ярости Глупость Абсур Это Абсолютно Невозможно Я Даже Не Помню Чтобы Засыпал Именно Так И Работает Смертельный Сон Сказал Мэр Откинув В сторону Все Примечания Книги Мои Примечания Не Были Отброшены В сторону Глупец Мэр Скривил Губы В смущенной Гримасе А затем Быстро Сменил Тему Кого Джон Доу Увидел И что Они Обсуждали Когда Он Только Пришел В деревню Должно Быть Что Стало Причиной Того Что Вы Попали В мой Сон Сказал Мэр Какой То Разговор Какой То Определенное Слово Хоть Что То Джон Доу И Вайс Ломали Голову Но Так И Нашли Ответа Было Слишком Много Слов Слишком Много Разговоров Слишком Много Бессмысленных Бесед Гримуар Вайс Никогда Не Ведет Бессмысленных Бесед Обычное Предположение Что Вайс Не Всегда Подбирает Правильно Слова Похоже Задели Его Гордость Это Не Похоже Задела Мою Гордость Болтливый Ты Рассказчик Это Нанесло По ней Серьезный Удар Раздраженный Вайс Взглянул На Небеса Будто Бы Искал Там Ответы Ничего Подобного Я Не Делал Отстань Ты Уже От Меня Злоба Созданная Его Грубыми Словами Расплескалась По Джону Доу Как Зараза Подожди Внезапно Сказал Джон Доу Кто-то Только Что Сказал Зараза Да Думаю Да И Что С Того Ну Житель Сказал Нам Опасаться Заразных Слов Верно Мэр Наклонился Вперед С Разгоревшимся Вновь Интересом Оттолкнув Вайса Ну Он Должно Быть Что-то Сказал Верно Спросил Мэр Какое-то особое Словосочетание Какое именно Что-то А сней Или что-то Что спит Или Ох Что же он сказал Черт побери Овца Внезапно Прокричал Вайс Первое Что пришло Ему На ум Остальные Взглянули На него А затем Медленно Покачали Головами После Пары Минут Раздумий Лицо Джона Дум Внезапно Озарилось Я Вспомнил Он Сказал Те Кто Спят Вот Что Он Сказал Я Уверен В этом В этот Момент Мэр Достал Пачку Бумажек Из кармана Он Повернул Их Несколько Раз Прежде Чем Одобрительно Кивнул Джону Доу Похоже На то Сказал Он Пока Лист Бумаги Падал На землю В моих Записях Есть Что-то Об этом Я Полагаю Это Было Последнее Что Вы Услышали Прежде Чем Заснули Мэр Помотал Головой Его Потрепанная Ручка Оставляла Линии На листе Бумаги Целый Месяц Я только И делал Что Изучал Болезнь Которую Мы Называем Смертельный Сон Сказал Он В смысле Я же Мэр Верно Это Моя Работа Защищать Людей От Любой Напасти Но Я Не Ожидал Что Парочка Чужеземцев Начнет Проникать В Сны Людей Мэр Остановился Начал Гримасничать Наверное Мне Следует Записать Это Или Еще Что Вайс Немедленно Ответил Я Аплодирую Твоей Силе Воле Которая Позволяет Тебе Изучать Болезнь В Своих Снах Сказал Он Но Может Нам Стоит Приложить Усилия К тому Чтобы Выбраться Отсюда Вместо Того Чтобы Пытаться Понять Ее Мэр Сильнее Жал Ручку Щелкнув Кнопкой Я Пытался Сбежать С того Самого Момента Как Понял Что Заперт В Собственном Сне Я Пытался Найти Выход Но Я Не Уверен Что Он Существует В Смысле Это Же Мой Сон Верно Если Был Выход То Я Б О Нем Знал Он Остановился На Мгновение Его Глаза Смотрели В Никуда Мои Деревня Была Прекрасной Сказал Он Не Обращаясь К Кому То Конкретному И В Нее Было Полно Самых Замечательных Людей Но Как Только Эта Болезнь Появилась Все Изменилось Будто Кто Кто Взял Губку И Впитал Ей Все Цвета Наших Жизней Я Просто Хочу Чтобы Мы Снова Были Вместе Я Хочу Освободить Нас И Я Не Погоди Секунду Я Не Кивал Послушай Если Мы Сможем Чем То Помочь Сказал Джон Доу Дай Знать А ну Погоди Я Этого Не Говорил Тихо Прокричал Вайс Гримуар Посмотрел На Джона Доу А потом На мэра На его лице Появилась Уверенность Лицо Гримуара Вайса Всегда Выглядит Уверенно Спасибо Большое А теперь Послушай Мэр Ты Сказал Что Ничего Не Может Существовать В этом Сне Без Твоего Ведома Но Все Же Ты Был Удивлен Увидев Нас Здесь Верно Мэр Медленно Поднял Голову На лице Появилось Озарение О господи Сказал Он Ты Прав Ты Прав Я Понятия Не Имел Что Вы Придете Человеческое Воображение Безграничное Сказал Вайс А сны Это Топливо И Если Ты Сможешь Представить Выход Значит Он Должен Появиться С твоего Позволения Нам Следует Поискать Его Спасибо Вам Сказал Мэр Я Даже Не Знаю Чем Вам Отплатить Это Не Обязательно Мы Так Же Как И Ты Хотим Выбраться Отсюда Мэр Внезапно Почувствовал Что Может Дышать Он Почти Забыл Что Это Такое Удачи Вам Двоим Крикнул Он Ударяющимся Фигурам Джона Доу И Вайса Мы Рассчитываем На Вас Как Только Джон Доу Медленно Скрылся В Туманном Лесу Мэр Почувствовал Дежавю Я Уже Видел Этого Человека Подумал Он Но Где На Строй Джона Доу Начал Сходить На Нет Пока Он Пробирался Сквозь Лес Несколько Часов Назад Когда Красота Этого Места Была Еще В Новинку Он Был Уверен Что Они Сделают Это Найдут Выход И Вернутся Домой К Ужину Но Чем Дальше Они Продвигались Тем Сильнее Сужался Лес Вокруг Них Из-за Тумана Было Сложно Разглядеть Что На Шаг Впереди И Покрытые Травой Камни Похоже Хотели Вывихнуть Ему Лодыжку Не Раз Он Хватался За Грубую Кору Деревьев Чтобы Не Упасть А Теперь Руки Его Оставляют Небольшой Кровавый След На Всем Чего Касаются Кроме Того Вайс Оказался Не Самым Лучшим Спутником Беспрепятственно Передвигаясь По Местности Не Прилагая Никаких Усилий Большую Часть Времени Убеждает Джона Доу Ускорить Темп И Ворча О том Что Они Медленно Продвигаются И Наконец После Того Как Вайс Пробормотал Что То Что Безногая Черепаха Способна Лучше Ориентироваться На Местности Джон Доу Сорвался Ладно Вайс Замолкни На Секунду Хорошо Тебе Не Нужно Идти Джон Доу Прислонился К Дереву И Попытался Размять Спину Как Этот Дурацкий Лес Может Быть Таким Большим Пробручал Он Как Только Эти Слова Вылетели Из Его Рта Началась Какофония Насекомых Все Насекомые Которых Только Можно Представить Начали Щелкать Шипеть С таким Звуком Что Аж Зубы Его Начали Зудеть Джон Доу Схватился За уши И Закричал Вайс Что Происходит Джон Доу Видел Как Рот Вайс Ошевелился Но Он Точно Так Кричал В Торнадо Насекомые Завизжали Лес Завыл А Затем Как Только Уши Джона Доу Уже Были Готовы Оторваться От Головы И Убежать В Укрытие Звук Прекратился Нерешительно Джон Доу Брал Руку С Левого Уха И Прислушался К Созданием Леса Как только Симфония Насекомых Становила Все Тише Джон Доу Начал Замечать Какой-то Шаблон Звука Это не Просто Случайность Подумал Он Это не Просто Белый Шум Это Что-то Еще Насекомые Не Просто Шумели Они Задавали Вопрос Один С Этим Страдает Двое С Этим Идеал Трое С Этим Опасность Что Это Что Б Мои Страницы Это Загадка Думаю Да Это Все Как-то Неестественно Но Может Это Ключ К Тому Чтобы Выбраться Отсюда Ну Тогда Позволю Тебе Ответить Один С этим Страдает Двое С этим Идеал Трое С этим Опасность Что Это Секрет Качели Да Откуда Мне знать Внутри Джона Доу Закипела Ярость Из-за Того Что Вайс Заставил Отвечать Его Вздохнув Он Дал Единственный Ответ Который Имел Смысл Это Секрет Верно Звук Насекомых Внезапно Прекратился Подлесок Перед Джоном Доу Распахнул Новый Путь Эти Лесные Артроподы Проделывают Нам Путь Сказал Вайс С ликованием Довольный Тем Что Прошел Испытание Джон Доу Направился Вперед С новыми Силами Тропа Дала Его Тело Отдохнуть От Подлеска И Даже Подняла Настроение Пока Они Оставались На Тропе У Их Путешествия Была Цель Я Так Понимаю Лес Принял Нас Не путай Волю Этого Леса С Каким-то Счастливым Зверьком С которым Можно Внезапно Подружиться Мы Понятия Не Имеем Куда Приведет Этот Путь Как Только Вайс Закончил Говорить Тропа Свернула И Они Оказались Учистывали Снова Родника Улыбнувшись Джон Доу Взял Небольшой Камешек И Отправил Его Скакать По Поверхности Воды Господи Боже Сказал Вайс Его Удивление Было Вполне Понятно Каждый Раз Когда Камень Касался Воды Звучала Музыкальная Нота Как Только Камень Наконец Таки Перестал Двигаться И Утонул На Дне Родника Рябь Которую Он Оставил После Себя Превратилась В Слова Я Прохожу Через Окно Но Не Разбиваю Стекла Как Только Приходит Ночь Я Исчезаю Что Я Это Невероятно Просто Рябь Нолу Вайс Давай Отвечай Джон Доу Проскрепил Зубами И постарался Удержать Себя От Попытки Задушить Своего Спутника Ведь Он Прав Все Таки Это Загадка Довольно Простая Я Прохожу Через Окно Но Не Разбиваю Стекла Как Только Приходит Ночь Я Исчезаю Что Я Солнечный Свет Струя Воды Внезапно Вылетела Из Родника Создавая Мерцающую Радугу Которая Протянулась По Всему Горизонту За Все Время Сказал Тихо Вайс Я Никогда Не Лицезрел Такого Похоже Я Ошибся В Намерениях Этого Места Эй Посмотри Крикнул Джон Доу Пробуждая Вайса От Изумления Там Вроде Дом Взглянув В сторону Протянутой Руки Своего Друга Вайс Увидел Небольшую Хижину Среди Деревьев Это Странно Не так Левайс В смысле Кому Бы Пришло В голову Построить Дом Здесь Джон Доу Подошел И Постучал В дверь После Минуты Клепких Ударов Дверь Распахнулась И Небольшой Человек Выглянул Из-за Нее Его Тело Было Окутано С шеей До пальцев Ног Черной Накидкой А лицо Его Было Во мгле Эмм Начал Джон Доу Но Прежде чем Он успел Продолжить Человек В накидке Поднял Руку Вверх И Начал Говорить У меня Четыре Ноги Утром Две Днем Но Под Конец Ночи Их Три Кто Я Джон Доу Попытался Спросить Человека В накидке Кто Он И что Он Здесь Сделает Но Тод Просто Повторил Свой Вопрос Если Мы Хотим Побеседовать С этим Человеком Сказал Вайс Похоже Придется Разгадать Загадку Да Наверное Сказал Джон Доу Ну По крайней Мере Она Довольно Простая У меня Четыре Ноги Утром Две Днем Но Под Конец Ночи Их Три Кто Я Человек Демон Ангел Человек Мгла Окружавшая Человека В накидке Растворилась Как только Он Произнес Верно После этого Человек Скинул Своё Одеяние Раскрыв Свою Истинную Личность Вы Мэр Прокричал Джон Доу Невысокий Человек Медленно Покачал Головой Я Не тот Мэр Которого Ты Знаешь А теперь Послушай Давным Давно Я Видел Одну Из Версий Тебя Которая Не Была Тобой Простите В смысле Со временем Всё поймёшь А пока Я просто Поздравлю Тебя С тем Что Ты Сломал Печать Смертельного Сна Теперь Тебе Нужно Идти К Человеку Входа В лес После Этого Он Внезапно Развернулся И захлопнул За собой Дверь А Джон Доу Смотрел Как Туман Обволакивает Хижину Стирая Ее С лица Земли Когда Джон Доу И Вай Свернулись Ко Входу В лес Слава Богу Прокричал Он Вы Это Сделали Вам Удалось Вернуться Левой Рукой Он Схватил Руку Джона Доу И Начал Дергать Ее Так Сильно Что Казалось Будто Она Сейчас Вылетит Из Сустава В то Время Как Правой Он Схватил Вайса За Обложку И Протащил По Воздуху А Господи Боже Хватит Трясти Меня Глупец Мы Даже Не Сказали Получилось Ли У Нас Или Нет Мэр Широко Улыбнулся И Покачал Головой Я Просто Так Рад Что Вы Живы Я Думал Что Больше Вас Не Увижу Джон Доу Отстранился От Энергичного Рукопожатия Мэра Слегка Улыбаясь Мы Сломали Печать Смертельного Сна Сказал Он Но По Крайней Мере Я Так Думаю Мэр Засиял Как только Джон Доу Рассказал Ему Все В деталях Как только Он Закончил Свой Рассказ Они Втроем Легли На землю И Заснули Джон Доу Задрал Голову Ладно Подожди Секунду Это Безумие С чего Об этом Нам Просто Ложиться И Засыпать Прекращай Свою Бесконечную Болтовню Ложить Спать Глупец Сражаться С правилами Этого Место Абсолютно Бесполезно Джон Доу И Мэр Покорно Легли На покрытую Травой Землю Разве Ты Забыл Продолжал Вайс Слова Контролируют Смертельный Сон Слова Позволяют Перемещаться С места На место Неважно Как неестественно Это кажется Слова Здесь Это Все Именно Поэтому Если Слова Говорят Нам Заснуть Значит Мы Должны Заснуть И Как только Мы Это Сделаем История Продолжится Вместе С тем Веки Утрио Потяжелели Дыхание Замедлилось Впервые Начал Мэр Впервые Я почувствовал Себя Уставшим С тех Самых Пор Как Попал Сюда В заключение Его Слова Прервала Продолжительная Зевота После Которой Он Уже Больше Ничего Не Помнил Должно Быть Они Проспали Час Или Год Как только Они Очнулись Все Стали Зеленее Было Ясно Что Они Пробуждаются От Сна Джон Долли Гонько Потряс Мэра За Плечо Хорошие Новости Сказал Он Думаю У нас Получилось О Вау Сказал Мэр Испуганным Голосом Нам Удалось Я Вернулся Он Моргнул Раз Два Будто Бы Не Веря В То Что Видит Вы Двое Даже Не Представляете Как Много Это Значит Смертельный Сон Начал Распространяться По всей Деревне И Я Хотел Ну Я Решил Что Смогу Понять Как Остановить Его Но Я Полагаю Что Дело Было Не В Этом Похоже Я Подхватил Заразу И Стал Пленником Собственного Сна Мэр Попытался Встать А Затем Снова Упал На Землю Он Посмотрел На Ноги Будто Пытаясь Вспомнить Как Нужно Ходить Затем Посмотрел На Джона Доу И Пожал Плечами Без Единого Слова Молодой Человек Наклонился И Поднял Мэр На Ноги Похоже Придется Немного Привыкнуть К Реальности Кривая Улыбка Появилась На Губах Мэра Довольно Быстро Привыкнешь Я Уверен Сказал Вайс А Пока Тебе Стоит Вернуться Домой И Отдохнуть Нет Сказал Мэр Качаясь Стоя На Слабших Ногах Нет Я Не Могу Некоторые Местные Жители По-прежнему В ловушке Смертельного Сна Я Должен Спасти Их Мэр Медленно Подошел К Священному Дереву В центре Деревни Затем Наклонил Голову И Тихо Помолился Это Священное Дерево Объяснил Он После того Как молитва Была Окончена Оно Является Стражем Истории Нашей Деревни И Воспоминаний Суеверие Лишь Усложняет Нашу Миссию Пробормотал Вайс Не стоит Уповать На богов Мэр Покачал Головой Не на богов На слова Легенды Гласят Что Наше Дерево Является Обителью Могущественной Магии Известной Как Тайные Стихи Джон Доу И Вайс Не смогли Сдержать Удивление Похоже То Что Они Искали Было Найдено В самом Неожиданном Месте Скажу Так Пробормотал Вайс Это Чистое Везение Как Только Трое Попрощались Джон Доу Помянул Про Странного Человека Который Загадал Им Третью Загадку И Странные Слова Которые Он Сказал Напоследок Я Никогда Видел Одну Из Верс Тебя Которая Не Была Тобой Пробормотал Мэр Что Это Значит Задумавшись Он Начал Смотреть В Небо Очень Долго Знаешь Сказал Он Тихо Это Прозвучит Странно Но Мне Кажется Что Я Тоже Видел Тебя Раньше Джон Доу Попытался Сделать Каменное Лицо Но У Него Не Вышло Но Мэр Похоже Джон Доу Кивнул И Улыбнулся Мэру Но В голове Были Лишь Хаотичные Мысли Что То Не Так С Мэром И Его Словами Что Ж Тут Происходит На Самом Деле Эта Загадка Станет Самой Сложной Спасибо Вам Большое Теперь Я Наконец Так Могу Вернуться К Нормальной Жизни Это Одна Из Самых Странных Болезней Из Всех С Остальным Местным Несмотря Ни На Что Получены Тайные Стихи Получена Магия Темная Казнь Призывает Волшебные Копья Которые Пронзают Врагов Как-то Довольно Просто Мы Получили Тайные Стихи Да Как-то Чересчур Просто Мне Кажется Такое Ощущение Что Кто-то Вел Нас В Эту Деревню Ты Слишком Много Думаешь Вайс Вот Такая Вот Которую Я вот Прям Ждал С опаской Потому что Я прям Вот Этот момент Мне тяжело дался В первый раз То есть Слишком много Текста Он несложный Но просто Его пока Напишешь Пока его Начитаешь Это вот Прям На самом деле Боль Там Потом Еще будет Тоже Новелла И потом Будет Еще одна Длиннющая Новелла Связанная Скайная Надо ее Вообще Перевести Потому что Я ее так и не перевел Она будет уже На НГ плюс Ну ладно Уже об этом Позже Не забывайте Жать пальцы вверх Ребят За старанием Не забывайте Подписываться На канал На телеграм Фейсбук Твиттер Подписывайтесь Там новости канала Не забывайте Поддерживать Канал рублем Можно это сделать Донатом обычным Или оформить Платную подписку Там как раз таки Скорее всего Ну уже появилось Прохождение новое Или скоро появится Кроме того Не забывайте Подписываться На Твич Там трансляция На второй канал Там записи трансляции И на третий канал Там надеюсь Скоро появится ролик Про игровую индустрию На сегодня все Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok